Если бы 30 лет назад, в 1988 году, в советской стране существовали красные ковровые дорожки, роскошные лимузины и вездесущие папарацци, то событие, произошедшее осенним ленинградским вечером на Невском проспекте в Доме актера, несомненно, могло бы претендовать на звание «Светское мероприятие года». АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня собралось такое количество актеров и таких замечательных людей, и на сцену согласились выйти такие звезды. Уж что тому послужило причиной, не знаю. Причину действительно долго скрывали, хотя для всех присутствующих она, конечно же, была секретом Поли Шинеля. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Распоряжаться. Что значит распоряжаться такого вот вечера? Почему я? Потому что... АПЛОДИСМЕНТЫ Это была настоящая феерия. Театральные звезды первой величины делились театральными сплетнями, пели, декламировали, пародировали, музицировали и играли сценки из спектаклей. АПЛОДИСМЕНТЫ Что тут будет такая роль, которая называется дживала? Ну, в общем, Геббельс. А кто же будет Геббельсом? Вот кто будет Геббельсом? Вот в этом-то все и дело. Пройдитесь с такой походкой, как у этого Шекспира. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, нельзя находить перед простыми людьми. И это неестественно. Что значит неестественно? В нашей жизни ничего неестественного не бывает. А теперь пора открыть, так сказать, секрет Полишинели. Вы понимаете, что всю эту труппу мог собрать человек, который принимал сейчас в отрывке участия. Это Рудольф Давыдович Фурман, которому исполнилось недавно 50 лет. Поздравления юбиляру не оставляли сомнений во всеобщей необходимости его деятельности. И смотрите, сколько людей собрал этот маленький человек с большим размахом и с таким обаянием, я бы сказала, красотой внутренней. Чем он их заманывает, этот Фурман? Может быть, обаянием, как говорит ваш Станиславский, не верю. АПЛОДИСМЕНТЫ Своё движение, незамедлив, без суеты и лишних слов, вы повезли Алису Френдлих в Бапруиск, Крышополь и Тамбов. Я предлагаю вам резонно расширить ваше амплуа. Откроем русские сезоны, мы вместе в Никарагуа. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что в условиях театрального эксперимента, в условиях хозрасчёта мы закончим с вами работу над... всё время забываю слово... над спектаклями. АПЛОДИСМЕНТЫ И целиком мы полностью сосредоточимся на том, чему вы нас научили на демонстрации роликов. Я бы хотел вам продемонстрировать своё бесконечное уважение, переходящее в любовь в условиях хозрасчёта. У меня просто нет иного выхода. Хоть нынче время гласности, но есть ещё неясности, что через год мы будем пить и есть. Но факт, что живи будем мы, пока такие рудики у нас ещё в стране советская есть. Я знаю своё место в искусстве и в этой жизни, поэтому я польщён, что мои друзья-актёры такие добрые и хорошие. Спасибо вам всем. В зале много актёров, которые пришли. Да здравствует актёрское братство! dentsteenetrummet.com АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Разгадать феномен Рудольфа Фурманова сложно, фактически невозможно. Да, в советское время он был талантливым администратором, с которым стремились работать великие артисты. Так ведь тогда для народных и заслуженных это была фактически единственная возможность подзаработать на достойную жизнь. Но сегодня-то все изменилось, а он вот, по-прежнему на плаву и на гребне, весь в окружении звезд. За прошедшие 30 лет он сделал профессиональный скачок, который и представить не могли его бывшие подопечные. Сегодня Рудольф Фурманов – один из самых заметных театральных деятелей, народный артист, театральный подвижник. После десятилетий кочевой жизни он создал первый в России негосударственный контрактный репертуарный театр, в котором он и директор, и художественный руководитель, и актер. И снова на его уже 80-летний юбилей затевается нечто грандиозное. И старые, и новые творческие звезды, как и 30 лет назад, будут петь хвалу в его честь. Нет, без магии или всеобщего гипноза здесь явно не обошлось. Как говорил Натал Тасанок, Рудик, у тебя есть волшебная палочка. Вот ты ей сказал, что хочешь иметь свой театр, ты имеешь. Ты сказал этой палочке, что хочешь быть народным артистом, ты имеешь. Какая волшебная палочка? Все достигается трудом этой головой. Но я делаю через сердце, через свой труд, а не через волшебную палочку. Свой первый концерт с популярными ленинградскими артистами 20-летний Рудик Фурман организовал в газотопливном техникуме, где сам и учился. С этого дня началась его многолетняя творческая и человеческая дружба с Вадимом Медведевым. Мы говорим о популярности каких-то выдуманных звезд. Снялся в сериале, и он уже звезда. Какая звезда? Что было, когда вышли на экраны Евгений Онегин? Пиковая дама, хождение по мукам. С участием моего самого близкого друга Вадима Медведева. И как, когда я его встречал у служебного входа Пушинского театра, мы вдвоем ходили, я был рядом с ним. Мне было так приятно, что на него все обращались внимания. Медведев, Медведев, Онегин. Какая была популярность? Вадим Медведев и Валентина Ковель стали его первой концертной бригадой. Но уже совсем скоро с новоявленным антрепренером хотели сотрудничать многие известные актеры. Мы очень много ездили и до Рудика. И всем администраторам мы всегда платили деньги. Всегда. Вот последний концерт идет налево. Никто никогда не верит. И даже кому не скажешь, не верит. Я говорю, мы никогда, мы не давали ни копейки ему денег. Ни за что. Он ездил, зарабатывал свои 3,50 и был очень доволен этим обстоятельством. Понимаете, вот эта поразительная честность человека, честность, что очень редко среди администраторов. Но не ради денег-то. Оказывается, раньше, до моего появления на концертной эстраде, пятый концерт администраторы присваили себе. А я не администратор, я актер. Все, что сегодня имеет Фурманов, выросло из сумасшедшей мечты и полного игнорирования причин, мешающих ее осуществлению. Театром он заболел в младшей школе. Занимался в детской театральной студии. С 10 лет стал сниматься в кино. Впрочем, его мечта стать профессиональным актером была абсолютно утопичной. Ленинградский мальчишка, переживший 900-дневную блокаду, в 4 года при падении бомбы был так оглушен и напуган, что произошло нарушение речи. Я понимаю, на моем роду написано, говорят, нормальных шепелявок, знаете ли, да? Идиотов, кретинов, какой из меня гамрит? Быть или не быть? Или Ромео? С Вадей мы играли небезызвестную, покинутую, где Руди выходил и говорил, вы в то? Я говорю, не говори в то, говорю, вы ссоритесь? Сразу начинай ссоритесь. Начинался номер, Рудик выходил и говорил, вы в то? Когда мы пришли в театр эстрады показывать Рудика в этой роли, вы в то? Она сказала, вы что, это серьезно? И Вадим сказал, мы совершенно серьезно, мы сделаем из него артиста. Это оттуда все растет, оттуда, оттуда. Я ведь у них учился, я ведь без театрального образования, совершенно. Я у них учился, вот это мои университеты. Редактор субтитров А.Семкин прямо так вот, вот так вот, прямо взяла и умерла. Как это ты, брат, все сразу? Ну как сразу? Ну, а хоть бы и померла. Только не это, ариста. Ну, значит, только не это, все помрем, все помрем. Стало быть, ей помирать надо, и ты помрешь. Обязательно, обязательно, помрешь, а как, а как, а как, а как же, обязательно. И я помру, может быть. Мы с ним знакомы больше, чем живем, по-моему, да? 50 лет в этом году. Мне всего 39. Вот, и он всегда записывал, сколько мы мотались по стране, помнишь? Он всегда обо всех все писал. Как прошел концерт, как принимали, какие-то интересные события в поездке, в общении. Молодец. Поэтому вот такую книгу написал. Все книги Фурманова пронизаны восторгом перед чудом актерского таланта. Автор знает о своих героях многое, но никогда не опускается до уровня сплетен. Он видит только их профессиональные и человеческие достоинства. А такое пристрастное зрение – большая редкость в творческой среде. Влюбленность Рудика в артистов, которая была совершенно глобально фанатичная влюбленность и преданность, на первом месте всегда был Андрей Александрович. Я это знаю, потому что я это видел. Это сейчас он народный артист, мэтр, хозяин такого замечательного дома в центре Ленинграда. А раньше он был просто Рудик. Все. От кефира в койку до мордобоя с людьми, которые обманывали Андрюшу. Ты, Рудик, в лице этого дома и Андрюши увековечил такое вот уже глобальное обозначение страсти к таланту, театру, мельпомене и личности. Вот это такие у меня первые спектакры. Один из первых был «Мертвые души». У нас был занавес, забавное оформление спектакля «Отверждение». И вот Владик мой сын вместе с художником Молчаном придумали такое оформление спектакля. Народ. Это войдет в мое исследование одежды в искусстве. Как она может послужить. Замечательная идея. При этой компактности сценической коробки конечно, всегда нужно находить какое-то абсолютно новое решение. Абсолютно новое. Очень интересно. А сейчас декорации как? Лишь кресток будут ставить? Бег. А, бег. Театр у Рудольфа Фурманова действительно очень маленький. Всего на 200 мест. Но он со своим лицом и характером. В нем художественный руководитель Фурманов пытается сегодня сохранить дух и традиции русского психологического репертуарного театра с бережным отношением к русской и мировой классике. Какой у вас театр красивый. На самом деле в таком театре даже... Я бы молотку даже била и получала бы удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ни в одном театре не видел такого количества таких авторов никогда. Такого количества... Ясков, Гончаров... За чем-то... Виктор Дугов... Толстой... Патрисов... Патрисов... Чехов... Ни одной дешевки... Ни одной дешевки... Ни одной дешевки... Ни одной дешевки... Я еще видел все, что у меня в театре сегодня. Я это видел в детском возрасте. Был влюблен в тот русский театр. Какое несчастье! Какой страшный день! Боже мой! Такое ненавистье! Здесь свадьбы моей дочери! Папа! Ну зачем вы отпустили фиатры? Доченька моя, ну я же не мог потратить все твое преданное на извозчика. А где мы? Где мы? Да, где мы? А где мы? Боже мой! За Бабеном! За Бабеном я шел! Неправда, дядя! Мы шли за вами! Ну что ж, непременно мы опять что-ли будем подсылать? Я так устал! Мы сегодня поставили спектакль «Заломная шляпка». Но я опасался, что многие будут думать, что у нас будут звучать песни, которые пел Андрюша Миронов, так сказать. Нет. Я вернулся к прошлому. Это театр Вахтанга в конце 30-х годов. Ставит шаломенную шляпку. Мечта моя долгие ночи, и вот на сердце весна. Сегодня несчастная жизнь, а зачем я его влюблена? Никакого отношения спектакль наш не имеет отношения к фильму с участием Андрея Миронов. И вот эта музыка, которая звучит у нас на сцене в театре «Нету минус», подарил из своего архива. ПЕСНЯ 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 У нас четыре п pi 사람들 идут. ПЕСНЯ 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Театр должен быть разным, да, и комедии, и трагедии, и фарсы, и мюзикл. Театр же не музей, но в рамках разума. Недорого ценю я громкие права, от коих ни одна кружится голова. Я не ропщу о том, что отказали боги Мне в сладкой участи оспоривать налоги Или мешать царям друг с другом воевать И горя мало мне, свободно ли печать морочит Олухов Или чуткая цензура в журнальных замыслах стесняет Балагура Все это, видите ли... Слова, слова, слова... Мне говорят, ну что, у вас же есть продолжатели, у вас есть Влад Фурман А Влад Фурман заболел желудоком После мадам Бавари заболел желудоком, тем театром Он хочет быть Кириллом Теребренниковым, он хочет быть Богомоловым И Владик сейчас поставил маленькие трагедии, Медея Это не тот театр, который я создавал Это не обломов в постановке Влада Фурмана Это не 41-й постановки Влада Фурмана Это даже не палатка номер 6 и трава и желания в постановке Влада Фурмана Под влиянием желудка, под влиянием вот этой режиссуры мнимой Людовик 14-й так не издевался над мальером, как этот желудок Вы что, не знаете желудка? Это гениальный причем? Скандальный? Не надо говорить гениальный Не надо Давай, так ты же говори в театре, это мужик Я и говорю в театре Надо мной издевается этот желудок Кто он такой желудок, что так издеваться надо мной? Я сделал русский российский театр Вы знаете, кто такой желудок? Это известный, всемирный известный режиссер, скандалист У него артисты лил пол языком, ругаются матом, мактурбацией занимаются Зачем я его пригласил? Но я хотел, чтобы ты извините сегодня в современном театре Поэтому я его пригласил Он мне дал честное слово, что он поставит мне спектакль Так, как в равных русского классического театра Это было на репетиции, это было на прогоне, где спектакль ушел 9 часов Но этого не было спектакля Я должен вам сказать, Рудик Фурман Потрясающий, сумасшедший, который необходим в деле, которым мы занимаемся Бывают люди увлечены на какое-то время У них получаются спектакли, они имеют успех Потом затихают Он не затихает Ему нравится, когда люди приходят в театр Когда люди получают удовольствие от этого дела Это Рудик Театр Есть люди, которые меня ненавидят Я этих людей знаю Потому что у этих людей, которые руководят некоторыми театрами Есть замечательные артисты, которые играют не то, что они должны играть А они у меня играют на всем другие роли, главные роли Вот и все, вот я их враг Надо переходить на контрактную систему И будет другой театр И мы сохраним с помощью контрактной системы Как это ни странно для многих Мы сохраним русский психологический театр С другим существованием Вот, например, «Баба Шанель» Вот, например, «Баба Шанель» Тебя с Кридой познакомилась Он мне говорит У меня есть такая пьеса «Баба Шанель» А почему? У меня Таня Перецкая, с которой я знаком В шестьдесят лет и дружен Хочет все играть Вера Карпова Моя любовь была когда-то сильная очень Почему это не собрать-то? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как в Москве принимали Этих наших замечательных старух Я называю, лимузин там им заказал И пески там в конце Сделали праздник Людям надо делать праздник Сделать праздник – это в крови у Фурманова Он любит дарить людям радость Особенно коллегам по цеху В 2010 году взял и придумал Национальную актерскую премию «Фигаро» Которую вручает ежегодно В день рождения Андрея Миронова Вот, смотри, вот эта фигура, которую мы вручаем Которую я придумал Это из бисквитного фарфора На церемонии вручения премии «Фигаро» Нет тревожного ожидания вскрытия конвертов Все победители известны заранее Зато в зале всегда много веселья Взаимных комплиментов И удивительной атмосферы всеобщей любви И театрального братства Когда самые лучшие говорят тебе в твою честь слова, что ты хороший Вы знаете, даже глаз задергался Спасибо всем вам за эту атмосферу, которую вы создали Спасибо за эту справку, которую нам выдали А то говорят, хорошее, 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 а справки не дают Четыре года назад осуществилась еще одна давняя мечта Рудольфа Фурманова Театр это одно, а ведь душа зовет встречи с людьми С тех пор, как я познакомился с великими Стал с ними работать, мне хотелось Затащить к себе домой А потом, когда я уже театр получил На Петроградской стороне Там удалось сделать такой ресторанчик И так далее И там уже были помыслы сделать Первые театральные гостиные Там были посиделки Рудольф у нас человек бегущий Всегда впереди Лошади Сейчас вот вы здесь создаете какой-то клуб Раньше мы собирались на собраниях Некоторые актеры говорят Михаил Александрович, вот было время Партийное собрание, потом профсоюзное собрание Потом худсоветы, долго беседы Мы жили А сейчас нет ничего, негде высказаться Они правы Нашему человеку надо высказать Душу излить Помнишь, как ты играл Ты-то играл плохо, но вспомнишь и хорошо И уже приятно на душе Здесь будет рефляционный зал С трансформацией на театральную Тевизионную гостиную Вот когда Путин был у меня в театре И помог передать Кошмарным Состояние находиться в помещении Зиберкассы Я вот освоил это помещение И вот вся страна смотрит театральные гостиные Возникновение этой театральной гостиной Дает мне возможность вернуться туда И снова говорить о тех людях Я восстанавливаю ту прошлую жизнь Сегодня в театре имена Театры Которые были В начале 60-х годов Прошлого века Таких театров сегодня у нас в Петербурге нет В БДТ имени Горького Георгий Александрович Австаноков Выпускает «Горе от ума» Чацкий Сергей Юрский Софья Татьяна Доронина Молчалин Кирилл Лавров Одновременно Николай Павлович Акимов В театре комедии выпускает Сложняющую пьесу Евгения Шварца «Тень» А какие спектакли в театре имени Комиссаржевский Сулимов выпускает спектакли Замечательными актерами Игорь Дмитриев, Сергей Боярский Николай Боярский В это время в театр Имени Ленсовета приходит Игорь Петрович Владимиров И рождается великая актриса Алиса Френдрих Леонид Сергеевич Пивен Выпускает маленькие трагедии Пушкина В Александринском театре И тюз имени Брянцева Переезжает с улицы Маховой На новую территорию И в 1961-1962 году В театр приходит Режиссер Зиновий Яковлевич Карагодский И одновременно с ним В тюз приходит 17-летний юноша На должность помощника Освятителя В тюз Георгий Тараторкин Я не расстаюсь с прошлым Я не расстаюсь с прошлым И меня оттуда не выкинешь Никак, понимаете? Я не буду в этом В будущем В этом спектакле, где Играет Чайку И Треплев не стреляется Ай-яй-яй Какая находка, а! Тема сохранения русского Психологического театра Для Фурманова сейчас самая главная Ее он обязательно обсуждает Практически со всеми гостями Театральной гостиной И дискуссии эти Бывают весьма жаркими И бескомпромиссными Я посмотрел твое творение На сцене МХАТа Которое называется «Идеальный муж в 20 минут» Вместе с Валерием Владимировичем Фоксиным Мы пошли пить водку просто Да Это тоже реакция Да Самое-то удивительное Что количество просмотров С Богомоловым Опереживает все театральные гостиные Наверное, нравится Богомолову Я даже хотел, чтобы он поставил спектакль со мной И он хотел поставить бесы Даже хотел, чтобы я у него сыграл Но он придумал бесы с того, что Я должен сидеть на горшке И очищать свою душу Это не мой театр, понимаете, не мой Я с утра до вечера смотрю репетиции Георгия Александровича Да? Я не могу оторваться Особенно три сестры Я не могу оторваться Вы себя облегчаете, вроде, так сказать Тем, что ходите, болтаетесь Ну, конечно Все снимается от этого и ничего не происходит Это надо совсем о другом заботиться Нужно аккумулировать, так сказать Все накопить, так сказать, в себе здесь И минимальное движение Уже если переход, так переход к ширмам И как стена перед вами стоит Вот же что должно Хорошо вы ходите, расхаживаете, рассуждаете На данную тему Вот что получается Потом я беру пленку Своего архива Виктюка Он у меня ставил бабочки Удары Какое претенциозное Браво Чего? Песят Я полу Я люблю, чтобы от окружающих меня людей Пахло чистотой Голова в другую сторону Ой, как хорошо пополз Ой, как хорошо Ой, 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 ой Правда, до премьера мы не нашлись Валентины Кобель Я смотрю Симпатичные репетиции Хорошо Но опять возвращаюсь Сергей Владимирович И вдруг Подаю репетит Жолдака Потом носок Развод Дайте не осок Быстро Субтитры Господи, как я злился. Думаю, ну не нравится все, а я опять к Георгию Александровичу. Да он пойдет, его окажется в этом положении, и мы упеющим, пока он еще там маршет, но ему не до вас, поэтому он мимо вас проскочит, понимаете? Я знаю, что я в том театре, понимаешь, в том театре. Гоголь еще писал. Театр — это та кафедра, с которой можно нести людям много добра. Ну а сегодня, когда мы видим, писают, какают на сцене, обнимаются, галушом ходят. Такое добро мы дарим людям. Мы возвращаем людей, вообще не туда их клоним. Зачем это? Сегодня режиссеры хотят не поразить зрителя искусством актера, они хотят выявить себя. Но у вас, может быть, в договоре написано, чтобы этого не было, в договоре с режиссером, чтобы актер с ним... Слушай, я боюсь, если мы все формы человеческого экстрима будем записывать в договор, то сам по себе станет произведением искусства такой договор. Сейчас три толстяка появилось на сцене БДТ, цирковые номера есть. Я привык цирковые номера смотреть в цирке. Есть попытка заменить артиста в этой цинистской машинерии, этим потрясающим цветом. Там падает, это вырезает, вот такая сумасшедшая машинерия. Но это невозможно. И главное действующее лицо – это артист. Раньше рисовали во времена Акимова, Товстоногова, Вивена, рисовали художники на холсте декорации. Сейчас на компьютере там увидят, там соединяют всё, всё. И костюмы всё на компьютере, всё. И бешеные деньги надо платить. Артист получает маленькие деньги. Понимаете, кому нужны художники, бутафоры, вообще все, если нет артиста? Через артиста всё идёт зрительный зал, все потоки. Вот это старый русский психологический театр. Я знаю, что нужен и Серебренников, и Богомолов, и Могучев. Все нужны, да, но не разрушая русский театр. Я хочу, чтобы люди ходили в театр на спектакль с участием его величества артиста. Спектакль, который поставлен талантливым, интересным режиссёром, который достучался. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Чтобы не разрывалась связь времён, вот для этого нужен этот театр, и не только то, что происходит на сцене этого театра, но вот всё, что происходит в самом помещении. Твой театр — это монография. Здесь вместо стен живые лица. Здесь как иконы фотографии. Захочешь — можешь помолиться. Это музей. Просто музей. Я под впечатлением. Когда первый раз попала сюда, меня поразило то, чего нет нигде, поверьте. Нету нигде такого пристанища для прошлого нашего театрального и киноискусства. Нигде. Это такая вот любительская, наверное, невероятная мощь Рудика, чтобы всё, что должно остаться, осталось. Я обхожу этот дом везде и вспоминаю людей, которые вроде бы давно и ушли, а тут они есть. У меня есть фотографии. Я собирал, я альбомы делал. Я дневники. Все мои концерты в альбомах, вся автографа артистов. Всё у меня есть, с кем я работал. Их высказывания, пожелания. О, сколько у меня от Юрия Никулина осталось. Золотухина у меня 300 писем за ними в архиве. Это надо всё, чтобы люди знали, что было в советское время, какие были театры. Я вам начинаю подражать уже сейчас. Я уже думаю, сколько у меня фотографий. У меня фотографии, там, Горовиц, Рихтер. Я вообще всё время думаю. Обязательно надо повесить. Вот я начинаю думать о том, что... Вы меня пригласите, где повесить. Я найду место вам. Я думаю, я уже, я скажу коротко, я вас приглашу, восклицая гнездак, а всё остальное получится само собой. Томинус пришёл ко мне в кабинет, в театре и говорит, Рудик, а жалко всё это оставлять, да? Ну, напоминая о том, что мы все уйдём в другой мир. Что жалко оставлять, Римус? А я всё заберу с собой. А этот театр, который был, заберу с собой. Я его никому не оставлю. А он никому не нужен был. Я заберу свой театр с собой и покажу Саниславскому, Товтоногову, Ефрусу. В их отсутствии я занимался делом. Я вас не подводил. А вы меня не подводили, когда в кабинет ко мне зашёл яхтюк и посмотрел на, как назвал бы, Саша, я иду в стену, плачу. Всех, с кем я работал. Он сказал мне, они тебе оттуда помогают. И когда я с ними встречусь там, я скажу, спасибо, я чувствую, что вы мне оттуда помогаете. Пойду я искупнусь, да, вионерский лагерь, который был 67 лет назад здесь, рядом. Как я рашляю на этой земле. Сейчас холодно сегодня, но я искупнусь всё равно. Я искупнусь. Я вспомню себя в средней области. Я вспомню то прошлое, то пионерский лагерь, тех пионеров с галстучками. Вспомню то прошлое. Без прошлого нет настоящего, не будет будущего. А я гоняюсь за прошлое. Не буду гоняться. На последние дни своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok